Не только медработники, теперь еще и пациенты. В Ульяновской поликлинике номер 5 в Завожском районе началась массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В здравницу завезли еще 60 единиц препарата. Это уже третий транш вакцины для поликлиники. С 19 декабря иммунитет за счет прививки здесь получили 60 человек. Все привитые сотрудники медучреждения. Мы же все-таки находимся в зоне риска. Мы имеем контакты с пациентами. И, наверное, еще для того, чтобы показать народу, что эта вакцина действительно безопасна и никакого вреда здоровья не несет. Только польза. Перед самой процедурой необходимо пройти осмотр у терапевта и сдать анализы. Необходимая сдача теста на ПЦР, мазка и кровя на антитела нужна только тем, кто в последние 14 дней или болел ОРВИ, или имеет контакты и говорит о том, что был контакт с пациентом с новой коронавирусной инфекцией последние две недели. То есть только этому контингенту необходимо уточнить свой статус, болеют они в настоящий момент или нет. Для всех остальных это не требуется. Показания для прививки одно – возраст старше 18 лет. Кроме того, с конца прошлого года к процедуре допускаются лица старше 60 лет. По закону вакцинация в России добровольна и бесплатна. Прививают в два этапа с промежутком в три недели. Противоказаний к вакцинации немного. Это гиперчувствительность к каким-либо компонентам вакцины, острые инфекционные или неинфекционные заболевания, хронические заболевания, обострение хронических заболеваний, возраст до 18 лет, беременность, период грудного вскармливания. Чтобы получить вакцину, необходимо обратиться к участковому терапевту в поликлинику по месту жительства. Буквально на днях станет доступна и электронная запись. Решил привиться, чтобы себя обезопасить и своих близких, и вообще окружающих. И ощущения нормальные. Первый этап вакцинации в регионе стартовал в октябре. Тогда поставили 42 инъекции. Первыми прививку получили специалисты ковидных госпиталей. Со второй и третьей поставкой стали прививать остальных врачей и педагогов. Всего за это время в регион поступило свыше 4000 доз. Планируется, что к первому дню весны привезут 51 тысячу вакцин.